Добрый день, дорогие мои! Голые вечеринки, где рассказал, что можно к ним принять меры, больше всего нужно к ним принять меры, так как у нас государство нацелилось на то, что мы будем жить безопасно, будем воспитывать детей в нравственности, будем сами стараться быть людьми, как говорится, достойными. И ради этого был и выпущен указ 400, в котором основа безопасности России прописана, и в том числе культурная основа безопасности, как мы ценности должны поддерживать, как мы нравственность должны поддерживать и так далее и тому подобное. Я не думал, что этот ролик вызовет такой ажиотаж, как-то в последние годы немножечко канальчик прижимают, а какое-то время остановили прирост, как говорится, посетителей канала, даже в обратную сторону ушло. Это очень интересно, как на самом деле всё это делается, поскольку если бы осознавать, что автоматически могут подписчиков убрать или прибавить, то для этого должны быть какие-то свидетельства. Когда мне говорят, вот эти себе купили этих подписчиков, я не знаю, как это сделать, как можно договориться, ну, наверное, что-то такое есть. Но когда видишь естественный рост, вот каждый день 10, 20, 30 человек добавляется, ты понимаешь, что это идёт естественным путём. Люди пришли, им понравилось, они подписались. Но когда у тебя за ночь сразу 300, 400, а то и 1000 уходит, то ты понимаешь, вот это-то точно сделано автоматически. Потому что вот есть какая-то система слежения, а у меня даже куратор есть у каждого, кто выходит на уровень после 10 тысяч или после 100 тысяч. Человек появляется куратор, и в какой-то степени куратор это определяет, что же станет популярным, что не популярным. Я никак не ожидал, что этот ролик может стать популярным, у него уже там 120 тысяч просмотров. И комментарии от вас идут, которые требуют продолжения, как у нас говорят, требуют продолжения банкета. Да. Вот. Поэтому я и не могу эту тему оставить, поскольку тема-то действительно серьёзная. Действительно, если мы не приобретём эту безопасность и не научимся жить нравственно, по совести, в том числе во всех, я совершенно согласен, во всех слоях населения, вы предъявляете претензии к чиновникам, я тоже согласен с вами. Я предъявляю, поскольку вот эта элита, сложившаяся в большой степени, не ведёт к безопасности, которая может воровать, как мы вон видим, замгубернатора Ростовской опять арестовали. Ох, сколько шумели. Когда-то там какой-то милиционер наворовал большие деньги. У этого оказывается в десятки раз больше этих денег. Уже нормально, что такие деньги могут быть у замгубернатора или города Ростов, не помню какой. То есть, что? А это тоже враги, это тоже наша безопасность. Они деньги, которые государство выделяет на то, чтобы комфортно было людям жить, безопасно людям жить, воруют, воруют себе на дворцы, на яхты и не знаю ещё на что, на вечеринки и всё остальное. Но мне, конечно, поступили и комментарии, которые и меня. А что вы, как священник, лезете в эту тему? Вам-то зачем это нужно? Или там вообще не лезь, это не твоё, священник, этим не занимайся. И у меня, конечно, вопрос, как это священнику не заниматься этим? Как это не говорить об этом правду? Мы с вами видим, как Иоанн Креститель погиб за эту правду. А потом множество святых, точно так же обличая, царей, князей и всех остальных, имели от них гонения. Помните, как Василий Блаженный сказал князю про его блудное состояние? Что, побежал Василий через Москву-реку босичком? Вот как ему пришлось, как говорится, свои возможности применять святости. По воде прямо, как Христос по воде убежал там. Этот князь был в шоке. Ну и все поняли, что Василий-то правду про него говорил. А не князь этот был прав, Андрей, по-моему, его. Так вот, смотрите, просто один из таких упрекающих меня немножечко комментариев прочитаю, поскольку в нем есть, что на самом деле обсудить. Опять не знаю кто. То есть вот вы не изменяете свои названия, которые вам автоматически дал YouTube теперь, и ваши каналы, невозможно понять, кем ведутся. Ну вот, узер какой-то, номер, номер, не знаю, поэтому не могу сказать кто. Но вопрос звучит так. Как-то слишком осведомлен батюшка о светских делах. Упрекает меня человек. Ну, о чем мне не быть осведомленным? Я до скольких лет не был батюшкой в 93-м, в 96-м мне должно было быть 40 лет, 37 лет. Я не был батюшкой. И был, можно так сказать, в глубине жизни, потому что родился в обычной семье, жил в обычном дворе, причем двор состоял наполовину из тюремщиков. Такой вот он. Дома такие построили и по амнистии от Хрущева заселили. Поэтому я видел все. Вот, можно так сказать, с раннего детства жил во всей этой. И потом, и молодость у меня абсолютно нормальная была. И взросление, и семья. Я жил в обычной, я видел очень вещи, как говорится, неприглядные. Поэтому сам знаю, к чему эти вещи приводят. Сам имею тех, кто от пьянства погиб, тех, кто от блуда погибли. И так далее, и тому подобное. Поэтому привел меня Господь в батюшке вот в таком возрасте, что для меня самого было достаточно удивительно. Так как я до этого несколько лет, сколько же, так, четыре года, наверное, до этого я был уже в попечении у отца Наума. И никак не представлял себя в священниках, поскольку шел светским путем, как говорится. Возрастал в светском пути. И когда он меня отправил в священнике, я был в Москве, жил, работал в Москве. И был состоятельным, как говорится, человеком, который мог себе и лучшую кинокамеру купить, и одеваться в хорошие одежды, и всё остальное. Вот приехал я к нему такой, весь из себя. Кстати, с этого и началась-то моя священническая жизнь, что я купил видеокамеру Sony, самую дорогую, которая тогда в магазине продавалась, для того, чтобы снять отца Наума. Хотел я его запечатлеть. И приехал к нему с этой камерой, и включаю, а он говорит, что ты делаешь? Я говорю, батюшка, хочу снять, как вот вы с народом разговорились. Нет, давай, говорит, иди вон в трапезный храм, это в Троицейский храм, там сейчас снимешь. Я туда прихожу, а там начинается рождественская служба патриарха Алексия. Кассета у меня эта до сих пор есть. Я не знаю, можно ли её от старости перевести в цифру. Никак не найду способ, как это сделать. Но очень бы хотелось посмотреть, потому что я, не зная, как снимать патриарха в это время, начал этой дорогой камерой его снимать, при этом в дорогой куртке я такой этот. И снимая его, вот прямо вот, ходя за ним по амвону, в алтарь не заходил, но в царских дверях вот так вставал и снимал алтарь. Ну, я не знал, что нельзя так снимать. И вот так вот патриарху вот так в метре от него вставал. Конечно, и батюшку там снял, хор там снял. Хорошая съёмка, вот как бы её в цифру превратить, не знаю. Так вот, снимал-снимал, служба закончилась. Я снимаю дальше, как патриарх выходит на улицу. Там все в лавре стоят, благословляются. Помните, как он из храма выходит, и тут обычно такая длинная очередь. Вот он идёт вдоль этой очереди. Я гляжу, заканчивается. Но мне-то тоже надо получить благословление. И я стою в конце очереди, камеру под мышку. Он подходит, я говорю, благословите, Святейший. И он на меня так смотрит, руки мои взял. Говорит, так ты русский? Я говорю, да, русский. А что ты здесь? Я говорю, я вон чадо отца Наума. Тогда благословляю тебя в священнике, сказал, значит, Святейший. И благословил. Служба закончилась. Батюшка вернулся к себе в келью. Ну, там, где он приём проводит. В эту келью. Я к нему прихожу с этой камерой доложить, что я всё снял. А я там в очереди никогда не стоял. Он всегда говорил, сразу проходи, никаких очередей. Там толпа за ним, все это. Ну, я к нему прохожу. И он сразу говорит, что ты там со Святейшим разговаривал? Почему он остановился? Я говорю, ну, благословил меня Святейший. А что он тебе конкретно сказал? Я говорю, сказал, иди в священство. Я так, знаете, с юмором таким, что иди в священник. А, так и сказал. Я говорю, ну да, так и сказал. Ну, так иди в священство. Батюшка встаёт, прямо за шкирку меня вот так берёт. А там в очереди стоит священник. Не помню, как его имя. Ну, во флорищах он возглавлял общину, где готовили у батюшки священников и других служащих для церквей. И он меня за шкирку прямо говорит. Забирай его. Ему священником надо стать. Вот и всё. Вот так я пришёл в священство. И когда мне говорят, как-то слишком осведомлён батюшка о светских делах. Я вам скажу так, что я побольше некоторых светских осведомлён в этих светских делах, поскольку до этого прошёл очень много таких структур, вплоть до руководства в Московской области, ну и так далее, в Госдуме, помощником. Всё-таки, я думаю, вы бы сказали, что об этом Библия говорит. Ах, и как на это посмотрел бы Господь. На самом деле, вот это суть. Что нечего мне светскую темы государственную поднимать. Вы бы сказали, как Библия об этом говорит. Направляет меня в правильное русло кто-то из комментариев. И как бы на это посмотрел Господь. У меня только один вопрос. А вы читали Библию? Библию читали? Вот тот, кто меня спрашивает. Евангелие читали? А если читали, то что меня спрашивать? Как об этом говорит Господь? И как он на это всё смотрит? По-моему, там тысячу раз сказано, что такое садамия, что такое лесбиянство. Уж я такими словами назову. И как он на это смотрит? И чем это всё для этих людей заканчивается? Там где-то не сказано об этом. Вообще там молчок, что ли, об этом. Поэтому что вам? Вынуть вот эти слова из Евангелия или Библии об этом? Так это сейчас делается садамия в Библии и Евангелии. Согласно источнику Википедия, Библия описывает Содомлян, как жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Быт – 13 часов 13 минут, падение и гибель городов традиционно рассматриваются как следствие их грехов. Этот библейский эпизод упоминается также в Новом Завете в посланиях Иуд. Слушайте, вот это легче сделать, чем написать мне комментарий. Не так ли? Давайте ещё просто нажимаешь в гугле, что такое садамия в Евангелии. Согласно источнику Википедия, погружение, потопление рассматриваются как попытка совершения греха сексуального характера, в том числе и по причине двукратного использования в тексте Библии древнееврейского глагола «яда», «познал», применяемого для описания действий сексуального характера. Ну, слушайте, для меня прямо интересно открытие такое, что, оказывается, это переводится как погружение, потопление, амора буквально вот там переводится. То есть ты сразу, как говорится, на то наказание, которое предусмотрено, а Господь, помните, Содом, Гамору сжёг, потопил потопом всех тех, кто этим занимался, и поэтому сразу, оказывается, это потопление, само название этой Содомии уже обозначает, что с этими людьми и как на это Господь смотрит. Поэтому, дорогие мои, я не хочу разбираться вот в этой всей грязи, о которой мы с вами можем говорить бесконечно. Больше того, я вижу, как об этой грязи бесконечно и говорят. Нет, мы с вами вот в предыдущих беседах дошли до этой фразы, где Господь говорит в Евангелии от Иоанна, не делайте брашно гибнущего, гиблющего. Ну, не буду искать. То есть, не делайте дел, которые ведут вас к погибели, к потоплению. И делайте дела, ведущие в жизнь вечную. Вот и вся наша задача. И смотреть на эти греха, дела этих грехов других людей, опять, грубо говоря, наша задача, нам надо переживать, что эти грехи кругом есть. И наша задача – вытаскивать людей, спасать людей. Если мы выходим на проповедь, а на проповедь выйти должен, обязан любой христианин. Вы почитайте 1 Коринфянам от Апостола. Прямо в первой главе сказано, что любой христианин, получивший освящение Духом Святым, то есть реально пришедший всё-таки к тому, что он настоящий христианин, он имеет слово, имеет право и обязанность выйти на проповедь. И что проповедовать? Чистоту. Что проповедовать? Правду, истину. Проповедовать, как жить хорошо, а не рассуждать о том, как жить плохо. Но здесь-то вопрос в другом у меня, что мы с вами объявлялись как русские, как государство русское, после крещения святым князем Владимиром, как основа нравственности для многих народов по Христовым заповедям. То есть у нас христианство становилось основой вообще государственной нравственности и государственного управления. У нас князья в конечном итоге становились как отец народов, то есть становились отцами народа от имени Христа. То есть царь, помазанник Божий у нас, начиная с 18 века, считался представителем Христа. То есть то же самое, что можно сказать сейчас Папа, хотя мы отрицали папство как представительство, но царя своего признавали как действительно наместник Бога на земле, где в лице в одном он и государством правит, и церковью правит. То есть вот таким образом. Но какую всё-таки ему ставили задачу, как императору, от имени Христа, от имени Бога, через церковь воспитывать нравственность, и через государственное управление эту нравственность реализовать в делах. В делах. Поэтому мы с вами видим просто, на мой взгляд, удивительное явление конца 19 века, где купцы из бывших крестьян крепостных становятся очень богатыми, но строят огромное количество церквей, ходят все дружно в храмы, все меряют свою чистоту по тому, сколько они времени и сколько раз в эти храмы ходят. Я всё время рассказываю одну и ту же историю, которую достоверно знаю, мне просто старушка, которая всё это видела, до революции рассказала, рождение у неё было такое, что хор в церкви в нашей до 20-х годов, до 27-го там года состоял из таких купцов, нет, не до 27-го, чуть раньше, конечно, их уже выгнали. И если кто-то не приходил причащаться из них в эту неделю, то в эту неделю к нему не ходили и не покупали его продукции. Вы можете почитать работу, книгу Дмитрия Потаповича Шелихова, там даже есть в моём варианте, я её на русский язык перевёл, вот, и она опубликована без этих ятей, «Путешествие по русским проселочным дорогам», где он в таком восхищении от купцов и других крестьян, богатых крестьян, которых встретил в Пистяках, книга у него «Путешествие от Петербурга до Пистяков» и дальше немножечко. И вот он удивляется, как они здесь ведут дела, и как живут, как друг другу деньги дают без всяких росписей, под честное слово, то есть честное слово. И пишет, господа, там наверху, вот где основа нравственности, вот где основа настоящего предпринимательства. И это 1840 год. К концу XIX века это выросло предприятиями могучими, городами, огромным количеством церквей. В Москве одних церквей, там 1600 церквей было. В Москве 40-40, говорят. Ну, некоторые даже считают, что больше это так называлось, 40-40. 40 на 40 1600. Больше даже, кажется, было. Так вот, эта объявленная как основа государства деятельность декларировалась нам, начиная с 90-х годов, как будущее российского государства. Да, говорили, вот сейчас 90-е годы, немножечко пройдём, это пройдём, это пройдём, и вот у нас церковь, всё церкви, эта нравственность отдана, как говорится, на то, чтобы преподать её народу, и теперь церковь будет нравственностью это устанавливать, в том числе и для чиновников, для, значит, предпринимателей и так далее. А государство будет помогать им реализовать все их дела в их нравственном делании. И что? И где? И как-то государство в один момент, мы с вами изменили конституцию, утвердили светское государство, а что мы ещё можем утвердить? Мы как-то можем повлиять на текст конституции? Или можем не проголосовать за эту конституцию? Нет, утвердили светское. И теперь под видом светское государство не лезьте к нам. Что вы там, попы, что-то слишком светское говорите, расскажите, как нам в Библии пытаются заткнуть нам рот, те от светского государства. Ну и это, знаете, сказка про белого бычка. Вы нам ещё раз на ночь глядя, давайте вот я буду засыпать тут вот, а ты мне расскажи, помните, как в операции «И» про то, как, значит, бороздят просторы? Да вот этот эпизод. Ну ладно, давай бухти мне, как космические корабли, бороздят. Большой театр. А я посплю. Ну вот так сейчас выглядят те, кто пытается нам навязать свою точку зрения, на самом-то деле светскую, и с такой вот иронией относиться к тому, ты нам расскажи, как там в Библии. Если ты не читал Библии, то что ты делаешь в этом государстве? Как ты русским себя можешь называть? Русский – это только тот, кто был православным. Так вот за тысячелетия было установлено. Сейчас опять тоже говорят, что ну хочешь быть русским, ну назови себя русским. Теперь любой может не православный, вообще-то и взять, сказать, что я русский. Но понятие русский как раз заключалось в том, что ты православный, что ты по Евангелию живёшь, что твоя нравственность по Евангелию, а для этого надо было её знать. И поэтому знать о том, как относиться к этому, каждый русский должен был до того, как я выпустил свой ролик, а не я должен был ему это напомнить. Ну напомнить-то несложно, но ещё раз повторяю, сам Господь говорит, что не надо копаться в этой грязи. Как я к отцу Науму приехал и начал что-то вот такое рассказать, а он мне рассказал, как после оказалось известную всем притчу, но тем не менее в книжке про отца Наума вставлено, что это притча его, где говорит, посмотри, что собирает пчела и что есть муха. И не будь мухой, собирай как пчела то, что... и давай другим. Я, в общем-то, так и стараюсь жить. Поэтому некоторым хочется, иногда меня упрекают, а что вы вот здесь не поругаетесь, а что вы здесь не поругаетесь, в том числе на это событие. А что, что патриархия ничего не сказала? А что патриархия должна на это сказать? Она что, не знает, что это есть? Или президент... Кому она должна это сказать? Ещё вопрос. Не знают об этом элиты или президент? Вот он кому должен, патриарх, сказать, что вы плохие? Они что не знают? А они сами не знают. Да, они сами прекрасно знают. Сами, помните, представляются и венчанами, и детей крестят, и всё остальное. А у той же, говорят, Собчак, муж поставил какой-то спектакль, который идёт, где голые вообще бегают по сцене. Кто-то из вас написал, детям просто стыдно, но там вроде детей не должны пускать. Вот всё это с детьми. Но ведь ходит на это остренькое. Он поставил, и никто ему не закрывает. То есть объявлено только вот до стольких-то лет. Ну и вот и всё, что не знают, что этот спектакль идёт. Что вот он, такой этот Богомолов. Кажется, так его фамилия. Вот так, мои хорошие. Поэтому я принимаю эту претензию. Ну, можно, конечно, и рассмотреть этот вопрос. Но я, кстати, вам уже рассмотрел в какой-то степени, где объяснил, почему они себя как минимум голубыми причастники к бесу относят. Но тоже ко мне. А что вы тогда не сказали, что там голубой цвет Богородицы принадлежит? Принадлежит. А почему? Я там в комментарии это слал. Посмотрите на икону облечённой, жена облечённая в солнце. Или задайте вопрос. Значит, давайте я вам покажу ещё раз, как это делается. Икона жена, облечённая в солнце. Согласно источнику культуры РФ, жена, облечённая в солнце, тип изображения Богородицы, сложившей... Так. Давайте я вам покажу вот прямо эти иконы. Но их много. Ну, вот одна из главных. Видите? Жена, облечённая в солнце, это Богородица. Вот её душа. В каком она одеянии? В красном. На чём она стоит? На синей луне? Или на голубой луне? О чём мы и говорили, что это символ беса. Что она делает? Топчет беса. Тут даже есть где-то жена, облечённая в солнце. Вот она здесь с мечом, как она протыкает этого беса. А ну вот здесь, вот, например, видите, опять на луне стоит, а здесь копьё, которое внизу протыкает беса. Вот на этом синем цвете, на этой луне. Так это же очень простой образ, что Богородица отняла у беса эту силу. И цвет, как говорится, освободила. Вот ещё. Жена. Ну тут тоже синий должна быть луна, но здесь тёмно-синяя луна. Вот и всё. Поэтому и ангелы рисуются в голубом цвете. Вот здесь уже конкретно к Богородице этот цвет переходит. То есть у беса надо всё отнять. И цвет голубой, он действительно цвет неба, цвет ангелов. Почему это им? У нас цвет в богородичных храмах. Почему? Они его, как говорится, захватили, голубая луна, и всё. Вот так, мои хорошие. Так что давайте больше собирать хорошего. Давайте думать, как жить, чтобы получить жизнь вечную. И именно это-то нам и даёт радость. Попробуйте всё время говорить об этих грехах и об этой гадости. Я вас уверяю, радостной жизни у вас не получится. Поэтому давайте говорить о Господе, о Богородице, об ангелах, о жизни вечной. Тогда у нас и будет такое небо голубое. Всё. Здоровья всем, радости. Аминь. С праздником. Субтитры подогнал «Симон»